утром всем сегодня у нас очень классная погода скажи не холодно андрюша решил заняться газоном как андрей чарли помогает свили из доли да конечно дрова вверх поднимается сразу же все равно надо будет еще раз они помогают тебе они решили сегодня помочь все вместе ну розы мы еще не открываем потому что еще рано для травы хорошо конечно она и дышать будет по-другому все равно в этом году лучше чем в том году было да рано в том году была совсем желтая в этом году уже смыслу к зеленому потому что было я снег отбрасывал грязный снег и набросил бы а этого не надо было делать молодцы конечно с этой стороны он солнышко какое собачури наши отдыхают бабушка завтракает я сейчас тоже хочу приготовить гороховый суп вот в андре купил там ребра свинины можем душ не хочешь ребра я возьму в скороварке сделаю с картошкой свинины ребра в скороварке она сейчас сделала он рискал мне уже надоело то что вы постоянно идите курятину всякая диетическая мне на год уже вот тут сидит в городе сидит разбойники наши вода замерзла видите как разбойники наши не весна вообще мне кажется самое классное время года потому что всегда все оживает по-другому все просыпается земля просыпается как говорится травка появляется и настроение совершенно другое дышится по-другому да зима по-своему прекрасно потому что холодно ну весной она по-своему все прекрасно как чарлик наш косточку какую-то нашел на занычке да ну а веля сидит облизывается да веля скажи не дает сейчас я пойду вас заберу чарлика это хрящик да и скажи спускай поделиться с тобой а там были тюльпаны тюльпаны и нарциссы по моему да хорошо а дали мне домой пошла до бабушки бабушка там завтракает да мы идем а вот ты только сказал вот уже и долю не появилась до долю не она скажи я по погода еще пока не летная скажи когда будет совсем тепло тогда я могу скажи немножко посидеть да но нас любительница поспать долго девочка он и он любит где-то деть тепло а доля смотрит на кровати но значит и себя чувствуешь намного лучше да мам намного лучше да ну хорошо добренько андрей там занимается травой я иду быстренько приготовлю ну то а доля мечтает доля мечтает и открыла двери на солнышке да доля на улице плохо скажи да а на кровати скажи помечтать не вредно да как будто она там что-то видит доля ты кого в зеркало доля на себя в зеркало смотрит понятно в чем дело думаю кого она там увидела доль кто там доль кто там там другая доля да да там другая доля у меня сегодня другая орхидея расцвела смотрите первая бубочка такая красивая красота там дурочка валяя чарли уже ему нравится что андрей это что борщ вам выключила борщ кипит у меня на чарли смотри сколько мама игрушек принесла ну бьем всем доброго дня сегодня я решила приготовить новый рецепт рецепт лимонного кекта надеюсь что он вам понравится хочу поделиться может кто-то тоже пек может немного по-другому я покажу свой вариант и кексы я кстати жду результат мрт надеюсь что он будет неплохим но все равно немного еще похрамываем вот у нас и не очень хорошая погода солнышко андрей там какой-то порядок на улице навел немножко траку по убирал во дворе цветы расцвели еще лучше орхидеи такие у меня прекрасности и настроение у нас хорошее слава богу все все хорошо день прекрасный и мы приготовим сегодня лимонный кекс нам понадобится вот такая у меня форма это еще с италии привезла такой маленькой и обязательно возьму кусочек масла и как всегда я смажу хорошо потом притрушу мукой значит для кекса нам понадобится 100 грамм картофельного крахмала разрыхлитель пакетик стакан сахара стакан сливочного масла 3 яйца лимон и 300 грамм муки 60 грамм воды для того чтобы разнообразить я еще взяла вот такие видите орешки беленькие это в самом конце а так по рецепту нам понадобится то что я вам говорила самого начала я беру 3 яйца разбиваю это все так раз как всегда не могу так аккуратненько так берем высыпаем стакан сахара и все это мы взбиваем миксером хорошенечко сейчас мы добавляем крахмал не это вот так лопаточка перемешиваем можно и миксером так аккуратненько дальше добавляем 60 грамм воды подсолнечного масла это все мы сейчас будем перемешивать миксером так все это мы перемешали миксером дальше у меня 300 грамм муки я в этот 300 грамм муки высыпаю как всегда разрыхлитель потом хорошо это перемешаю теперь я беру лимон весь лимон всю цедру лимона постараюсь отправить сюда если может быть у кого-то есть специальные лимонные такие запахи продаются они такие жидкие тоже можно добавить немного она будет совершенно другого вкуса я постараюсь побольше цедры лимон небольшой у нас же лимон и все-таки вообще на готовится сверху там еще посыпается сахаром но я для разнообразия думал мне есть белые орешки манго миндаль и думаю возьмем на всякий случай и посыплю для разнообразие этим миндалем так теперь теперь другое берем то есть лимон у нас остался я его разрезаю на две части у меня есть еще сатами привезла себе чтобы вручную делать сок обычно я всегда делала когда мы жили за границей я делала себе такой утром апельсиновый сок с апельсина и немного лимона и вот привезла между прочим там недорого это обыкновенная покупала китайском магазине 2 евро по моему за него уже сколько лет он не служит у меня был и электрический ну я довольна этим и мы этот сок с одного лимона выливаем сюда и это все мы тщательно взбиваем миксером постепенно добавляем муку вместе с разрыхлителем и все это тщательно взбиваем вот такое у нас получилось а тесто как густая густая сметана бабушка там разговаривает собачками беру его такую форму смазываю как всегда вот так сливочным маслом немножечко притрушу так вот так мы хорошо его притрусим мукой и все это отправим в эту форму не очень нравится эта форма я очень много выпекала кексов но не знаю она очень хорошо пропекается много лет она у меня это еще с италии не помню кто мне подарил никто из итальянцев подарил у них очень много выпекали может сейчас выпекают в силиконе а так и очень много таких формах выпекают всякие и торты и кексы есть и круглые есть продолговатые но очень удобные дальше я возьму вот этим белый миндаль и вот так сверху мне вообще очень нравится очень много рецептов таких я тоже все хочу испечь один рецепт именно с белым с черным шоколадом и с творогом тоже есть один такой рецепт очень вкусный много орех надо надумаю если все будет нормально может даже завтра или послезавтра я сделаю этот рецепт мне тоже очень нравится ну вот видите вот так и теперь я разогрею духовку до температуры 200 градусов скручу где-то 180 буду при температуре 180 градусов будем печь 50 минут духовка наша уже хорошо разогрелась а сейчас мы отправим нашу духовочку поставим на 50 минут ровно 50 минут но я все равно всегда проверяю потому что опять же повторюсь духовки то разные и хотелось бы чтобы хорошо испеклось я всегда проверяю не всегда как говорят вот там 40 минут 50 минут все время надо контролировать и смотреть как работает у каждого духовка работает по-разному так так что подождем через 50 минут посмотрим что у нас получилось так прошло у меня рецепту 50 минут но я честно говоря у моей духовке в этой форме и спекла ровно 1 час 15 минут ну такой у меня получился лимон на лимонный кекс сейчас мы его вынем с формы и покажем его вот такой он получился я его сейчас переверну как он красивый получился обязательно притрешу его немножко сахарной пудрой и когда он у нас остынет мы его попробуем немного притросим его вот так чуть-чуть сахарной пудрой не такой у нас получился лимонный кекс и посмотрим какой у нас разрезе так наш кекс уже остыл сейчас вам покажу какой он красивый получился сейчас обязательно порежу у нас будет бабушка сегодня дегустировать вот смотрите как он разрезе получился классно реже сейчас бабушка продегустирует и попробуем мама на тебе на вкус попробуешь скажешь потому что я сейчас тоже буду и андрея будем чай вместе пить но уже остыла остыла мамда пошел до этого где-то час назад я вытащила его а лимон чувствуется как цель лимонный кекс чувствуется лимоном до чувствуется да ну вот все готовьте новый рецепт может кому-то понравится сейчас я тоже буду пробовать вкусным уже попробовал можно попробовали кекс быстренько попробовали там и все на диете но я уже не каждый день кекс и готовлю сегодня первый день лимонный кекс кстати я на украине первый раз делаю но мне понравился бабушка тоже уже распробовала дамом хороший получился сейчас ждем андрюшу и тоже будем все печи мягкие пушечек снежок ну хорошо главное что всем понравилось готовьте